всем привет 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 и добро пожаловать на мой канал буквально через несколько минут за мной заедут мои дети и мы поедем 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 шашлыки жарить думали думали чем же заняться после обеда сижу выгадываю в окошко меня первый этаж как раз на ворота окно одно окно выходит на ворота я так наблюдаю кто въезжает то выезжает вот поедем на шашлыки пожарим к сожалению с нами не едет лилиана сжаном хотя мы планировали что они тоже поют и они планируют ну самочувствие не позволило ехать сейчас я вам вот прям вставлю ставочку чем мы занимались вчера и потом уже покажу наши шашлыки и нашу поездку на пляж и на зону шашлыков едем мы туда уже в третий раз уже говорила что мне это место не очень то что далеко до моря до моря те опыть но в целом в плане если отдельно шашлыки отдельно море и там это очень хорошее место а если совмещать этой другой этот шашлыку в далеко топать до моря отмора далеко топать до шашлыков вот ну да не они планируют купаться с детьми, дети тоже не планируют. А я посмотрю, возможно, я покупаюсь, потому что у меня есть с кем, у меня есть там компания, там поехали туда или поедут Оля Снеджати, ну и все остальное, все старая компания. Ну что, сейчас посмотрим вчерашние наши приключения и поедем уже на пляж. Вот так вот выглядит турецкая свадьба. Гулянка на всю площадь. Помните, я вам говорила, что хочу попасть на турецкую свадьбу и вот мне это удалось. Я посмотрела, что такое турецкая свадьба. Я не знаю, вот я поражаюсь этому народу, ну поражаюсь, почему? Потому что, ну, не видела такого у нас в России. Пришли, сели за столы, на столах, значит, что на столах? На столах букет цветов там какой-то искусственный, значит, бутылка воды полтора литровая, бутылка пепси литровая и полтора литровая или литровая бутылка фанты. И на тарелочках какие-то печенюшки. Все, это все угощение. Но при этом, ну, там дети, конечно, там печенюшки похватали, взрослые там водичку пьют и что-то такое. При этом, как только заиграла музыка, все бросились в пляс, это так интересно. Вот. И прям там так... Мы были не до конца, но то, что я успела посмотреть, ну, поздно, там они, наверное, гуляют всю ночь. Вот. Но то, что я успела посмотреть, там сначала вместе, сначала жених с невестой танцевали, потом, значит, вокруг них там собралась какая-то компания, тоже стали приплясывать. Потом отдельно папы танцевали, потом, видимо, отдельно мамы танцевали. Не знаю, ну, там мужчин пригласили. Вот мужчины, одни мужчины танцевали в кругу, наши тоже там мальчишки подергались. Вот. Естественно, был торт, так как без него, обязательно торт этот вот традиционно пластмассовый. Ну, потом уже торт разносили, так нормально разносили на стол и угощали тортиком всех. Вот. Ну, и, естественно, вручение подарков, это традиционно деньги. На шею невесте и жениху одевают ленты, и на эти ленты прикалывают денежки. Вот. Ну, там кто сколько может, и они такие все стоят, такие все уколоты деньгами. Интересно так наблюдать. Ну, и танцы, 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 постоянно танцы, танцы. И что меня удивило, что это вот на это огромная площадь в центре Токерова, рядом Беледие, этот памятник кому же, ну, конечно, Татюрку. И вот прямо здесь вот накрыты столы и проходит вот это действо. Интересно. Еще сниму маленький кусочек видео для вас. Посмотрите, сколько людей там на экране. Снимаю тут же видео, и там сейчас дарят подарки. В основном это деньги. Поздравляют их. Спросила у хозяев торжества, сколько же здесь человек. Столы накрыты на тысячу человек. Спросила, кто все эти люди, оказывается, родственники. Очень много, очень много у них родних. Поэтому вот там сестры, братья, у них уже свои дети. В общем, поэтому вот такое огромное количество людей. Можно немножко пройтись по улице. Это Токерова. Мы находимся в поселочке Токерова. Кемер. И вот улица Шоппинга. Наверное, многие узнают эти места. Надписи на русском языке. Здесь вот сейчас показывают 27 градусов тепла на улице. Тепло, ветра нет. Люди прогуливаются. А мы идем к месту, где проводится свадебная церемония. очень красиво, так нарядно все, все ярко светится. Наверное, многие узнают эти места. ну, а вот и само торжество. до сих пор и я там почти не снимала. Снимала Таня видео, я почти не снимала, сам умывалась. Ну, там сейчас ставочку сделаю, покажу вам, как у нас там стол, где мы отдыхали. Ну, хочу сказать, хочу сказать, что я там чуть не угорела от жары. Слушайте, так жарко сейчас стало. Вот я сейчас приехала, вернулась шашлыков, и мы хотели еще гулять с Лилианой и Жаном, прям вообще жуть-жуть на я. Жану чуть-чуть легче стало, и вот он он же не поехал с нами, хотели, чтобы он тоже, он тоже хотел, и Лилиана хотела. Ну, вот не получилось, самочувствие не позволило, потому что жара стоит невероятная, мне кажется, такая жара, как летом. Но знаете, что я заметила? Жарко, но не так чувствуется эта жара, потому что влажности, влажности нет совсем, и поэтому жара ощущается по-другому. Те, кто сейчас отдыхает в Турции, здесь им очень повезло с погодой, погода такая будет, вот сегодня жарко, завтра, потом она падет на убыль уже, но это жара, но все равно холодно не будет, вот поверьте мне, я говорила, когда стало холодно, я одевала футболку, а пока я хожу в маечке. Ладно, сейчас вставлю вам кусочки видео, прям совсем малюсенькие, 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 потом расскажу вам еще. Давайте огурцы, помидоры сейчас повезем. Да нет, главное, это не страшно. Керем, ты что просила, Керем? Ты что сейчас спросила у Кати? Ракетку? Роганку. Роганку? Роганку? Ну вы посмотрели немножко стол, прям самую малость, там играла музыка, дети кричали, в общем, я вам уже рассказывала про это место, показывала видео, уже снимала, вы можете там посмотреть и послушать мой рассказ про это место. Я хочу про другое рассказать. Пока мы там сидели, уже, ну, начало темнеть, и вдруг, вы знаете, поднялся такой ветер, а ветер, такой прям обжигающий, горячий, прям вот горячий, горячий ветер, и прям такой сильный и пыльный, и пыль прям клубами такая, что мы решили, что нам, наверное, надо пора удирать оттуда. Ну, и темно уже, у нас хотя были с собой фонари, но вот эти вот места, где жарят шашлыки, эти места не освещаются, ну, там освещаются дорожки, а вот эти вот сами домики накрытые, они без света, вот, поэтому там особо долго не посидеть, но у нас были свои фонарики, вот, и у нас, в общем-то, было все в порядке. Приехали домой, жара не спадает, жарко, в общем, вчера плодотворный день, сегодня плодотворный день, завтра, а я не знаю, что будет завтра, то, что будет завтра, я узнаю только завтра. Знаете, был такой анекдот, про, это из серии американских анекдотов про сумасшедших, там прям целая серия, эта книжка у меня еще с детства была, родители мои еще покупали, ну, то ли себе, то ли мне, ну, в общем, я ее, это же там читала от и до, некоторые анекдоты помню даже до сих пор, в общем, смысл в следующем, один сумасшедший написал сам себе письмо, когда у него спросили, что же в этом письме, он говорит, не знаю, я его получу не раньше, чем завтра, поэтому вот и я вам говорю, то, что будет завтра, я узнаю только завтра, потому что у нас ежеминутно, ежесекундно меняются планы, обстановка и еще что-то такое, но я запланировала прибраться немножко в квартире, навести порядок и приготовить какой-нибудь еды, хочу сварить борщ, потому что на неделе у меня будет Настя, она борщ любит, Демир борщ любит, их надо будет чем-нибудь кормить, вот будет борщ, ну и еще что-то, котлеты только доели, надо что-то другое придумать, чтобы они ели капризные дети с едой, зато сегодня на шашлыках, как они хорошо ели шашлыки, самый, в общем, что мне больше всего понравилось, мне понравилось крылышки, хотя мне понравилось все, что там говорить, была очень вкусная индейка, Таня мариновала ее, и ее очень быстро, кусочки были маленькие, поэтому очень быстро она пожарилась, очень вкусная, ну и очень большое количество было кюфте, там приносили эти котлеты, кто-то сам делал, кто-то покупные, в общем, все было очень вкусно, очень вкусно, ладно, все, увидимся в следующем видео, и всем пока-пока.